Максим Кингель Лайки на продукцию и обращение в Директ У нас появился Инстаграм в этом году На базе медиахолдинга «Бобруйское житё» провели собрание идеологического актива. Как это было? Жизнь в гармонии с природой. Учащиеся помогают восстанавливать зелёные массивы. Нельзя делать так, чтобы вырубленный лес остался без лесовозобновления. Что натворил майский ураган. А также беспощадная стрельба, дождливый четверг и удобная функция. В Беларуси заработало новое приложение для проверки чека. Для чего нужен QR-код? Дела армейские. В Беларусь увольняют запас солдат срочной военной службы. Тем временем ряды белорусской армии пополняют и новобранцы. На верность родине в этом году присягнут 10 тысяч парней. О воинской чести Ольга Васинда. На строевом плацу личный состав 83-го инженерно-аэродромного полка. В распорядке дня церемония увольнения в запас солдат срочной военной службы. За плечами почти двух десятков бойцов насыщенные армейские будни. Учения, полевые выходы, стрельбы. Каждый из них доказал свою верность, долгу и присяге. Не могу сказать плохо. Все отличные парни. Всем огромное спасибо за службу. Хотелось бы сказать, что наши ребята сегодня уходили со слезами на глазах. Для нас это грустный праздник, но мы за них рады. Они приобрели бесценный опыт, который им, несомненно, пригодится в дальнейшей гражданской жизни. Кто-то здесь был год, некоторые полтора, но все признаются. Время пролетело как один день. Для всех служба в армии оказалась непростой, но увлекательной работой. Лучшие из лучших получают благодарности, грамоты и памятные сувениры. Армия увольняемых в запас изменила. Уверены они сами, что и подтверждают родные. Ответственность, исполнительность и стремление к результату – первое в списке качеств настоящего солдата. Во-первых, это ценить то, что не ценил раньше. Это общение с близкими. Самое главное – это общение с мамой. Вот раньше, ну, как-то об этом не задумывался, а сейчас за полтора года начал об этом задумываться. Приятно, еще волнительно и большая благодарность воинской части. Все-таки ребенок возмужал, стал мужчиной. Это заметно. У меня два сына. Очень мой. Я всегда ими горжусь. Всегда мне приятно, нигде не стыдно за них. Поэтому очень большая гордость материнская. Действительно, что у меня мужчины, защитники. Я очень рада. Опустевшие ряды в строю белорусской армии уже занимают новобранцы. На верность родине присягнут около 10 тысяч парней. Ну а сейчас – до свидания, полк, говорят мужчины, отслужившие установленный срок военной службы. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. «Follow me» в Бобруйске прошло собрание идеологического актива. Речь шла об итогах работы за прошлый год, задачах и перспективах на ближайшее время. Обсудили насущные и актуальные вопросы взаимодействия с трудовыми коллективами, молодежью, общественными объединениями. Особый акцент сделали и на развитии социальных сетей. У нас появился Инстаграм. В этом году мы создали такую редколлегию. Теперь активно мы, дружно. Мы не только свое предприятие рекламируем, свои услуги, работу. Где-то профилактика пожаров у нас, конечно, идет, да, и киберпреступности. Готовим рубрику о своих жильцах, которые у нас очень много людей разводят клумбы. Да, у нас очень много таких жильцов. У нас есть жильцы, которые очень красиво разрисовали пролеты в подъездах. Здесь же подвели итоги конкурса на лучшую организацию идеологической работы. Среди лидеров – Бобруйская Гарамаш, комбинат хлебопродуктов, электросети, поликлиника номер 3. Светфар, проверка чека и оспа обезьян. Минздрав усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе, когда ждать тест-систему. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент выразил соболезнование народу Соединенных Штатов Америки в связи с трагедией массовым убийством в начальной школе города Ювальд в Техасе. Там погибли как минимум 19 детей и двое учителей. Инцидент произошел утром 24 мая. 18-летний стрелок был ликвидирован при задержании. При себе у юноши было огнестрельное оружие. Минздрав усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе из-за осп и обезьян. Вероятно, завозы инфекций в Беларуси низко, однако нужно быть на чеку. Специалисты РНПЦ, эпидемиологии и микробиологии сейчас разрабатывают тест-системы для своевременной диагностики заболевания. Их планируют создать к середине июня. В стране проходит акция «Внимание детям». Автомобили до 5 июня в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. Штраф за нарушение до 96 рублей. ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными вблизи детских учреждений, в проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах. В Беларуси запущено новое мобильное приложение. Теперь достаточно поднести телефон к ЮАР-коду на чеке, скопировать его и узнать, поступил ли квиток в налоговую и легально ли работает продавец. Ведь уже все кассовое оборудование на рынке должно быть подключено к системе. Если покупателю не выдали чек или его нет в базе, можно отправить жалобу прямо через программу. В стране в четверг ожидаются ливни и грозы. Порывы ветра в некоторых районах могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7,13 со знаком «плюс». Максимальное днем 22 градуса выше нуля. Похолодание стоит ждать уже к выходным. Сигнал общей тревоги. В Бобруське проходит учение в условиях мирного и военного времени. На протяжении трех дней проводится отработка действий органов управления, сил госсистемы предупреждений, ликвидации ЧЭС и гражданской обороны. За это время специалисты столкнутся с большим спектром чрезвычайных ситуаций, от паводков до пожаров. Будут моделироваться многочисленные аварии на объектах жизнеобеспечения и отрабатываться действия всех служб в ситуациях, максимально приближенных к реальным. Каждая аварийная ситуация несет с собой целый спектр угроз. Планируется отработать взаимодействие всех служб города и сил гражданской обороны. Также на 26 мая запланирован запуск электросирен. Их работоспособность проверят с 7 до 9 утра. Учения плановые проходят раз в 7 лет. Лесной спецназ в Бобруське продолжается трудовой сезон. Судотряды помогают восстанавливать массивы, высаживают ели, дубы и березы. Всего около 200 тысяч сенецов. За техникой выполнения следят опытные мастера. О работе на перспективу Карина Гуревич. Для Ангелины Гришкевич лес второй дом. В детстве, когда друзья уезжали на дачу, девушка брала корзинку и вместе с родителями шла за грибами и ягодами. После школы поступила в лесотехнический колледж, пошла по стопам мамы и папы. Работа в студотряде для нее не только заработок, но и профессиональный интерес. Пусть это и заезженная фраза, но лес – наше богатство, особенно нашей страны. Это какие-то приобретения навыков, именно профессиональных. Освоение даже программы нашей, которая именно по специальности у нас идет. Будущие техники лесного хозяйства трудятся в составе студенческих отрядов на выделенной им территории в 40 гектаров в группе 23 учащихся. Квалификационный экзамен – обязательная часть обучения, поэтому совместить практику и работу – идеальный педагогический план. Первоочередная задача – высадка новых деревьев. Пни на этом участке – остатки елей, которые достигли возраста рубки 81 год. Бревна отправились на переработку. Им на замену высаживают 7 тысяч сеянцев. И это только на здешней территории. Всего же в земле окажется 200 тысяч молодых деревьев. Не только елки, но дубы и березы. Важно соблюдать технологию. Расстояние между лунками как минимум 70 сантиметров. Корни полностью в почве и плотно присыпаны грунтом. За процессом следят опытные мастера. Работает по принципу восстановления всех вырубок. И нельзя делать так, чтобы вырубленный лес остался без лесовозобновления. Лесовозобновление может быть естественным и искусственным. Для создания естественного лесовозобновления оставляются семенники на площади. Но этого недостаточно. Поэтому создаются лесные культуры. То есть делается подготовка почвы. Распахивают. Каждый вклад в восстановление массива имеет ценность. Сейчас это особенно актуально. Только Беларусь разобралась с последствиями январского урагана, как пришел майский. Полторы тысячи техники – от тележек до харвестеров. И столько же специалистов устраняют бурелом по всей стране. Больше всего сил и средств сосредоточено в Могилевской области, которая сильнее остальных пострадала этой весной. Почти 4 гектара территории требует сплошной санитарной рубки. В этом году планируется высадить около 3 миллионов штук сеянцев и саженцев. Это основные лесообразующие породы наши, такие как сосна, ель, дуб, береза, ольха. Все эти сеянцы выращены на нашем лесном питомнике. Почти 40% территории нашей страны покрыты лесами. Это 10 миллионов гектаров, а не гордость и ценность республики. Конечно, внимание к массиву – определенное направление государственной политики. А деревообработка – важная сфера белорусской экономики. Однако восстановление зеленых насаждений – забота каждого человека. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бабруйск, 360. Философия боя. В Бабруйске прошла республиканская спартакеада по дзюдо. Сразиться на татаме съехались ребята со всех областей Беларуси. Больше 200 воспитанников учебно-спортивных учреждений профсоюза в возрасте от 13 до 14 боролись за первое место. Каждая из 15 команд показала достойный результат. На победный пьедестал взошел Бабруйск. Рад, что столько собралось детишек, которые хотят взять мой опыт и потом вылить его на международную арену. Главное, чтобы все вообще занимались спортом, а особенно дзюдо. Отдельный подарок для ребят – встреча с главным тренером национальной команды Беларуси по дзюдо. Андрей Козыщенок провел мастер-класс и воодушевил на спортивные победы. Чемпион Европы, родом из Бабруйска, и многие свои достижения связывает с нашим городом. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова